КОМСТРОЙ Строительная компания Комстрой каждое утро начинается с молитвы. И вместе с работниками перед иконой обязательно молится руководитель компании Станислав Стверенко. Именно о его кабинете, портал 161.ру, расскажет в сегодняшнем выпуске. В коридоре по пути в кабинет мы заметили большое количество картин известной художницы Олеси Мэдибор. Они помогают нашему коллективу приобщаться к живописи, поднимают настроение солнечное, яркое. Когда шеф отругается, возвращаясь к себе за рабочее место, уже вроде бы не так все плохо. Перед самой дверью кабинета висит большая фотография сотрудников Комстрой. Самое время спросить, существует ли какой-либо дресс-код в компании. У нас строгий дресс-код, черный деловой костюм, черный галстук, черные ботинки. Мне единственное разрешено руководством нашей компании носить цветные галстики в форме поощрения. Это храм на заднем плане, храм Великомученицы Екатерины, тоже один из красивейших храмов нашего города. Находится в центре нашего микрорайона, который мы возводим, микрорайон 9А. Храм уже функционирует, верхний и нижний предел. Уникальная архитектура интерьера, очень красивые фрески с венецианским стеклом. Всех приглашаем на богослужения, посмотреть, как это выглядит в действительности. И тут я поняла, что под дресс-коду совсем не подхожу. Последнее, на что мы обратили внимание перед дверью кабинета, это стена, на которой висит большое количество наград. Станислав Валерьевич признался, что каждая из грамот для него очень дорога. Компания уже много лет, более 20 лет, она на строительном рынке Ростовой области. Плотно сотрудничает с администрацией города, с руководством области, с министерством строительства. Стараемся на все праздники не забывать и о коллективе, поощрять грамотами и наградами. Ну, а коллектив всегда отмечает руководство. Тут, как бы это ни угодно, ни скромно. Вот, подсчетная грамота министерства строительства Российской Федерации. Благодарственное письмо главы города. Благодарственное письмо Василию Юрьевичу Голубеву, губернатора Ростовской области. И пархиальные награды за строительство храма. Мы ведем очень активную благотворительную деятельность, социальную политику. И вот перед нами распахнулись двери самого кабинета Станислава Цверенко. Сюда руководитель переехал около года назад. В кабинете он проводит не так много времени. Однако к ремонту подошел с особой тщательностью. Такой дизайн кабинета в целом создавали лично Вы или все-таки привлекали Вас? Привлекал специалиста. Очень хорошая заколюжная Анна – это дизайнер. Она с нами давно работает. Она проектирует нам интерьеры наших квартир. То есть у нас не только строй вариант. Мы уже более года открыли направление отделочных работ. То есть мы делаем квартиры под ключ. В наших объектах даже через месяц появятся шоурумы, где человек может пойти, посмотреть, как расставлена мебель, как можно переиграть интерьер, каким можно повесить шторы. И она мне помогла под моим чутким руководством. Чутким руководством. Она, конечно, молодец. По-моему, это называется стиль лофт. Не ошибаюсь, а я не ошибаюсь. Вы, я так понимаю, контролируете, грубо говоря, каждую мебель. Да. Это вот мой друг, он реставратор, это ручная работа. Такого вы нигде не найдете. Стола очень интересные, эти закругленные по бокам. Шпанированное дело под старину. Ну, все приходят сразу, говорят, где вы взяли такой стол? Я не скажу. Особое место в кабинете руководителя занимает портрет отца Николая. Именно о нем нам и захотел рассказать Станислав Валерьевич. В первую очередь хочу рассказать о основателе компании, о цене Николае. В миру Николай Николаевич Майдебор. Более 25 лет назад он пришел в строительство. Вот в этом году будет 25 лет, как занимается, занимался стройкой. Он создавал эту компанию с нуля, своими силами, своими возможностями. Ныне он принял сан, является православным священником уже второй год. Взор отца Николая направлен на рабочее место. Складывается ощущение, что таким образом он контролирует работу руководителя. Какие-то внутренние ощущения от этого? Ну, конечно. Это очень стимулирует, когда есть вопросы нерешаемые тупики. Я всегда обращаюсь к нему. И он мне всегда советует, помогает, идет полное руководство. Стоит подчеркнуть, что в кабинете, как и на столе, идеальный порядок. Как оказалось, и в жизни у Станислава Валерьевича все по полочкам. Ну, не только, наверное, в кабинете, но и на стройке. То есть, такой сложный механизм, который требует порядка, четкости, пунктуальности, требований. Потому что есть большие обязательства перед нашими покупателями. Мы за всю историю нашей компании никогда не подвели по срокам, по качеству. Всегда выполняем взятие на себя обязательства. Но и то же самое требуем от наших сотрудников исполнительности, порядка и правильности в поступках. Мы, конечно, предполагали, что в кабинете у руководителя строительной компании будут находиться какие-то элементы, связанные со стройкой. И стоит сказать, что мы не ошиблись. Это не случайно выбранная техника. Это техника, которая работает в наших объектах. Мы взяли за традицию, приобретая новую строительную технику, как башенные краны, бетонососы, эскаваторы. Наши поставщики дали нам модели. В принципе, это экспозиция. Я стараюсь испытать технику первым. Меня мои механизаторы учат, я прям переодеваюсь. Это как игровая приставка. Я для себя понял, что ничего сложного нет. Техника высокотехнологичная. Есть и российского производства, есть импортного. То есть, в принципе, очень удобно, качественно работать. Она и с кондиционерами. Мы заботимся о наших сотрудниках, чтобы они работали в комфорт. Вот еще тоже интересные вещи. Такие строительные инструменты. Я их нашел на антикварном рынке. Тяжелое отверстие, не знаю, наверное, грамм 500, может быть, он весит. Вот полкилограмма. Это отвес для измерения геометрии стены. Здесь продевается специальный шнур, фиксируется. И каменщики тем самым проверяют качество своей кладки. Каменщики, технодзоры. Инженерная линейка тоже походная. То есть, вроде бы большая, но ее всегда можно сложить и положить в карман. Уровень. Опять же, проверяем уровень наших стен, нашей кладки. Но он у нас на высшем уровне. В рабочей зоне притягивает взор очень необычный элемент мягкой мебели – кресло. Кстати, присесть на него я так и не решилась. Привезли нас в Африке, тоже моими друзьями. Я сам на нем не сижу, но всем предлагаю всегда. Это не декоративно, это настоящее кресло. Из кожи буйвола, рогов буйвола. То есть, ручная работа с африканскими мастерами. Долго ждала его, пообещали давно. И отвезли мне это месяц-три. Но он отлично вписывался по цветовой гамме. И решил его здесь и оставить. В свое время я хотел его поменять на рабочее кресло. Но здесь комфортно. На нем нельзя кататься, откидываться. Все время в напряженном состоянии быть тяжелым. Нашли место в кабинете у Станислава Валерьевича и подарки от коллектива. Лошадь. У меня буквально в прошлую пятницу было день рождения. Коллектив подарил мне лошадь. Говорят, как я надо стоять по фэн-шую, направлять на милетокон или к двери. Я прочитал. Ну, я просто ее кручу, когда скучно. То есть, значит, вы еще и увлекаетесь фэн-шую? Ну, по-моему, уже начал. Я так понимаю, что в ближайшее время, возможно, в кабинете что-то изменится. Появится лягушка с монетками, да. Как вы все знаете, приходишь, там монетки, и обязательно должна она смотреть от двери, чтобы заходили деньги. Вот об этом надо запомнить, между прочим, нашим зрителям. Да, да, да. Конечно, не только коллектив дарит подарки Станиславу Цверенко, но и городская администрация и правительство Ростовской области. Вот, тоже хотел бы обратить внимание, библиотека главы администрации города Ростова-на-Дону для успешных людей. Очень интересные книги по менеджеру, маркетингу, управлению, саморазвитию. Все прочитал, но очень хотел сохранить в первозданном виде, поэтому пришлось заказать через интернет аналоги этих книг, оригинал оставить. Было очень приятно, то есть это небольшой тираж, но от главы города такие подарки надо оставлять поколениям. Правительство Ростовской области не стало разбивать, это, по-моему, на День строителей нам дарили. Ручка фирменная, очень качественная, блокнот, но я думаю, что сыну будет приятно. Ну, стараемся, стараемся помогать городу, помогать области. Вот сейчас было последнее совещание у замглавы администрации по строительству, собирали строителей и попросили, мы откликнулись помочь в реконструкции, в ремонте двух детских домов. Они в очень печальном положении, подготовили смету, то есть мы посильную помощь несем. Я думаю, что за несколько месяцев мы придем в порядок восстановления кровли, детской площадки. Не только мы, это ряд строителей, порядка 20 компаний, от каждого по чуть-чуть, но все-таки благое дело. Узнав все о рабочем месте, мы перешли в зону отдыха. Это место для гостей, либо вы сами тут участвуете? Да, это гостевая. Бывают большие планерки, когда не хватает места за рабочим столом, некоторые сотрудники стоят на мягкий диван, но это даже как-то стимулирует. А что это вот за шкура? Откуда вы говорите? Ну, это шкура медведя, это наш один из старейших работников, один из руководителей. Он там заедлый охотник с Алтая, если я не ошибаюсь, он мне привез. Вручил, долго думал, куда его деть, но вот нашел очень хорошее место. Мягко и удобно. Жалко немножко, конечно, но не я, а мне. Однако не только шкура медведя оказалась нам интересна, но и необычный столик. Стол тоже интересный, это из Индии. Ручная работа, он не старый, новодел, но он такой искусственно застаренный. В кабинете огромное количество различных статуэток и сувениров, а среди них почетное место занял макет памятника Петра и Февронии. Мы установили этот памятник в деревне Пешково, это Азовский район, два года назад. И летейщики нам подарили вот этот макет, чтобы это символ семьи в нашей православной вере. Тоже помогает, всегда думая о жене. Вот моя супруга, например, портрет, это на 9 мая. Мы устраиваем такие флешмобы, мы переодеваемся в военную форму, восстановили несколько машин того времени, с друзьями ездим по всему городу, готовим полевую кухню, кашу, взвар, угощаем всех с удовольствием. В этом году, правда, дождь помешал, но мы все равно традицию не нарушили. Вот третий год подряд сначала я был рядовым, в прошлом году я был лейтенантом, в этом году мне разрешили быть капитаном. Да, да, то есть я как бы расступок по военной лестнице. Надеюсь, когда-то дослужится до генерала. При своем плотном рабочем графике Станислав Валерьевич всегда старается найти время на отдых. И, конечно, ездит он отдыхать не один, а вместе со своей любимой супругой. Очень люблю путешествовать. Последнее время делаю вот так вот, кручу и поеду вот сюда. Да, 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 не дал мне вот таким образом, пришлось ехать в Шанхай. Мне понравилось, все было здорово, полюбил китайскую культуру. У меня супруга в этом поддерживает, но она делает следующим образом, она так вот направляет, мой палец говорит, едем вот сюда, да, и мы с ней отправляемся. Правда, опять же, времени не хватает, большая компания, много у нас возложено надежд, приходится вот в ручном режиме все контролировать, но иногда выкрадывая время. Да, получается. Нужно отдыхать для того, чтобы, знаете, кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. И нашим сотрудникам я всегда даю хорошие отпуска, мы даем хорошие отпускные, даже нашим наилучшим сотрудникам предоставляем путевки, выбранные им место. Ну, это тоже стимулирует, тоже помогает. Забота, эти люди, это наш коллектив, трудовой коллектив, наша гордость. Мы должны их поддерживать, бережно оберегать и ценить. На полках, помимо икон, глобусов и книг, мы заметили аквариум с ручками и не смогли не спросить, зачем они Станиславу Валерьевичу в таком количестве. Огромное количество ручек. Много мыслей я всегда должен записать, чтобы ручка была под рукой. Шучу. Это одно из моих... Я, наверное, человек, знаете, как Плюшкин. Я все люблю собирать, я все коллекционирую, у меня многое. И дома, и на работе, и в машине, всяких коллекционных моментов. Ручки все брендовые, то есть это и отели, и банки, и так далее. Мои друзья, что привезти, что привезти. Я говорю, привезите ручку. Как-то началось все с двух-трех. Я думаю, можно, наверное, побольше аквариум покупать, потому что не помещаемся. Вот так, оказавшись в кабинете, мы узнали не только о том, как проходит рабочий день Станислава Цверенко, но и о его увлечениях и хобби. Не зря говорят, что кабинет руководителя выражает его интересы, вкусы и предпочтения.